привет друзья один парень из краснодара ну как парень моего возраста например на парень подкинул один классный сюжет называется хорошо ли вы понимаете равномощность множеств он говорит вот алексей что ты скажешь там что-то придумали что цель рациональные числа сильно значит их бесконечное количество раз меньше чем иррациональных а я могу объяснить что наоборот их одинаково совершенно и говорит ну я говорю ну хорошо объясни да у нас как раз 10 минут до самолета ты сейчас будешь всю дорогу самолете голову ломать ягода нет я сразу тебе объясню что ты неправ просто сразу значит но скорее всего он трое у меня просто он такой сюжет подкинул значит и так вот у нас два рациональных числа говорит он ясно что между ними есть иррациональная точнее он сказал нужно ли объяснять нужно ли мне объяснять что между любыми двумя рациональными числами есть иррациональная я говорю нет мне объяснять этого не нужно взял корень из двух умножил на одну миллионную да там ну и дальше кратные вот этого вот малюсенького числа берешь берешь они все иррационально естественно ну и как бы если расстояние между этими двумя числами меньше ипсилон равно ипсилон то всегда можно значит найти Такую одну n Что одна n меньше ε Ну это аксиом Архимеда Вот, то есть 1 ε 1 делить на ε меньше некоторого натурального числа Тогда соответственно 1 n для этого натурального числа Будет меньше ε Ну а можно взять там 1 2 n умножить на корень из 2 Будет 1 делить на n корень из 2 И этими шагами ты засунешься сюда Значит так, между любыми двумя рациональными Живет иррациональная А с другой стороны наоборот Между двумя любыми иррациональными Живет рациональная Ну тоже по очевидной причине Потому что разница между ними Равна какому-то положительному числу Существует большее него натуральное число И если мы будем идти Соответствующими числами 1 делить на n То значит мы вот Войдем в этот интервал Ну вот, говорит он Значит они чередуются Рациональная и рациональная Рациональная и рациональная Рациональная и рациональная Как это значит чередуется Что это значит чередуется Он говорит, ну как, возьмем это число после вот этого Ну, ну дальше сами думайте, да? Несколько секунд Ставьте на паузу Теперь я объясняю Здесь их бесконечное количество Совершенно непонятно Какое именно надо брать, да? Вот у меня иррациональное число Между ним и следующее Не следующим, а каким-то еще иррациональным числом Сколько угодно рациональных И какой из них вы ставите? Он говорит, ставим соответствие Вот это как раз то, которое между ними А этому ставим то, которое между ними Но каждый раз мы пропускаем еще бесконечное количество Рациональных и бесконечное количество иррациональных И что такое равномочность? Равномочность значит взаимно-однозначное соответствие Согласно которому каждому такому числу Ставится соответствие такое И наоборот Но мы-то не каждому ставим каждое А мы просто некоторому подмножеству здесь Поставили соответствие Взаимно-однозначное Точки некоторого подмножества здесь То есть мы установили взаимнозначное соответствие между частью рациональных чисел и частью рациональных. Остальные в бесконечном количестве у нас пропали где-то там в недрах. И ничего, естественно, про равномощность этих двух из этого вывести нельзя. Ну, собственно, согласно большой науке известно, что они неравномощны. Это там отдельное доказательство, там диагональный прием Кантера и так далее. В общем, здесь противоречие математике никак явно не наступает. Вот так.